Мы, как всегда, будем начинать наше служение с этих коротких слов, которые мы всегда говорим. И, наверное, сколько будем жить на земле, всегда будем повторять славу Господу. Потому что, если бы не милость Божия и не Его слава, которая сегодня владычествует над всей нашей вселенной, и они вру только о земле, то, наверное, не наверное, а точно, что никто из нас уже и не был бы сегодня здесь, на этом месте. Потому что, наверное, в жизни каждого из нас были те моменты, те трудности жизни, когда нам казалось, что все подошло к концу, никакого смысла в собрание ходить нет, ничего не меняется. Ну, это нам так казалось. Но всегда Господь поспевал вовремя. Он где-то ободрял нас, где-то открывал нам, что с нами происходит, напоминал нам, о чем я тоже недавно говорил, проповедь говорил мне один раз, и здесь эту мыль говорил, зачем считает человек живущий? Всякий считает на грехи свои. И это сегодня очень важно уяснить, вложить в сердце наше и искать причины наших проблем не в окружении, а в самих себе. Почему? Потому что тогда, когда мы в общении с Господом, когда мы дорожим спасением, которое Бог дал нам, а это самое главное в нашей жизни, то тогда все другие проблемы, они не будут такими страшными, казалось, не будут такими ужасающими, потому что все Господь делает для того, чтобы мы имели жизнь вечную. И я думаю, вы со мной согласитесь, и это будет подтверждением слов Священного Писания, что если человек приобретет весь мир, а что это значит? Тут будет всего в достатке, то не будет проблем, он никому не будет служить, все ему будут служить, он ни на кого работать не будет, все на него будут работать. Но если душе своей повредит, то какая от этого ему польза? И это правда. Если так вот серьезно подумать, конечно, для того, кто думает, что Бога нет, что все это очередное увлечение людей, конечно, он так рассуждать не будет. Но когда ты знаешь, что есть Бог, не просто веришь, а знаешь, и я думаю, что на сегодняшний день, наверное, среди нас нет тех, которые верят, что Бог есть. Мы знаем, что Он есть, потому что эта вера привела к знанию. И мы верили обетованиям Господним, которые Господь обещал, а когда Он их выполнял, то это уже было знание, это уже было знание, и поэтому я не раз вспоминал, когда кто-то однажды мне сказал, и ты все еще веришь, что Бог есть. Я говорю, давно не верю. Смотрит, говорю, я знаю, что Он есть. Я знаю, что Он есть. А не верю, давно не верю. Знаю. Потому что мы верим до тех пор, покуда не получили что-то. Когда получили, то мы уже знаем. Вот мы верили, что сегодня здесь будет собрание. Разбор будет. В прошлый раз не было разбора, была причина на это. То мы верили, покуда ехали. А сегодня мы уже знаем, что Он есть. Потому что не надо верить. Мы видим друг друга, видим собрание. Поэтому я просто обращаю на это сегодня самое серьезное внимание, чтобы мы действительно были благодарны Богу, и чтобы Господь с каждым днем укоренял нас в этой вере. И я постараюсь долго не начинать, но просто не могу не вспомнить, чтобы зацепиться за сегодняшний разбор. Основная мысль была в прошлый раз, которую мы кончили, что Бог, на примере государства вавилонского, на примере Израиля, показал, что значит неправильно думать и что значит неправильно мыслить. И вы помните, в чем это заключалось? Я уже не буду прочитывать. Это 47 глава Исаии. Это в конце концов, если кому-то хочется просмотреть, это 6 стих. Где Господь говорит так. Я прогневался на народ мой, уничижил наследие мое и предал их в руки твои, а ты не казала им милосердия, на старца налагала крайне тяжкое игое твое. И говорила в сердце своем, всегда в дух госпожой и так далее. Я могу читать, могу по памяти цитировать это местописание. И, наверное, сегодня для нас это очень важно. Потому что здесь Господь, а в Библии нет просто таких вот событий, которые произошли, они ничего не касаются. Они открывают образ мышления Божьего. Они открывают нам, что Бог не любит и как Бог хочет, чтобы мы жили, как поступали. Это же не просто какая-то страничка истории, ушло все это, оно никому не надо вообще-то. Это вот принципы жизни, принципы успеха. И причины падения раскрываются здесь. И мы не просто рассуждаем сегодня как о том древнем народе и языческом халде, и вавилонское государство, и евреи того времени. Мы сегодня к нам прикладываем. Потому что времена поменялись, какой-то строй политический поменялся, люди поменялись, а Бог-то не поменялся. И до сегодняшнего дня грех разрушает семьи, грех разрушает жизнь человека, грех сегодня к смерти приводит. И сегодня люди пытаются выяснить, как продлить жизнь, что надо делать. Но у нас ничего не получится. Потому что Бог говорит, грех надо удалить. Причина – грех. Не то, что там наши, допустим, организм сбои какие-то дает, со временем, еще что-то. Не в этом дело. А дело в том, что поражено грехом. Природа греховная, смертная природа, и ничего не сделаешь. И как раз-то Бог, когда ведет речь о жизни, о жизни вечной, Он обращает внимание на причину. На причину. И причина в грехе заключается. И вот один из грехов, на который я обращал меня не в прошлый раз, а сегодня еще раз обращаю внимание, и это сегодня можно видеть среди людей. Вы знаете, что я вот так вот наблюдаю, и так за жизнью наблюдаю, и вообще в прессе это очень часто, когда человек на высоком уровне положения в обществе, то бегают перед ним, вы знаете, что Юля чуть не на цыпочках ходит. Как только сняли, это уже удар, начинают добивать. И даже те, которые были рядом. Но как? А Бог этого очень не любит. Вот обратите внимание, я прогневался, я уничижил, я предал, а вы не должны были добивать, а ты не оказала им милосердия. Кажется, а логично все это, как это так? Бог наказывает, а я поддерживать должен. Участь чего это? А Господь говорит, вы не добивайте того, кого я наказываю. Ну, естественно, можно себя неправильно вести. Можно сказать, а Бог жестокий, Бог несправедливый, или, допустим, отлучил там Дмитриевич кого-то, а почему он так сделал, может было по-другому. Это совсем не то. Это не поддержка. Это не совсем правильное мышление. А вот когда мы говорим, ну что ж, Бог наказал хозяин, он знает, что делает, поэтому ты принимай, а я буду молиться за тебя, я буду тебя поддерживать, чтобы ты мог перенести так, как надо. Вы понимаете разницу? Не то, что вы говорите, что Бог несправедливый, как он это мог такое делать, как третье, четвертое, не в этом дело. Когда мы читаем Писание, то мы прекрасно понимаем, что у Бога ошибок нет. И он не какой-то кровожадный тиран, который любит, чтобы люди плакали. Но когда он видит, что по-другому нельзя, это вот единственный путь для того, чтобы остановить человека, или терпение выработать у него, или еще что-то. Вот именно так надо сделать. А вы знаете, что мы растем, шлифуемся, или твердыми становимся, или укореняемся глубже, тогда, когда нас вырывают, когда нас царапают. Мы тогда учимся вот этому противоядию, чтобы в этой обстановке жить, как сегодня было прочитано, жить полноценной жизнью. И я просто напомню всем известный пример, когда произошло разногласие у апостола Павла с Варнавой. Помните? В отношении Марка. Собравишь куда-то там идти, вы помните это местописание, и Варнава хотел взять Марка с собой. А Марк однажды, ну, знаете что, ну, струсил он или что-то, он не пошел на дело. Он когда поделил труси, он взял и вернулся домой. И, естественно, Марка за это похвалить нельзя, что он так сделал. Но, тем не менее, исписать нельзя со счетов. Петр тоже отрекся, а впоследствии у них с головой распяли, не отрекся. Разные времена бывают. И когда апостол, значит, Павел и Варнава хотели идти вместе и взять с собой Марка, то Павел сказал, я с ним не пойду. Он нас бросил в трудное время, я не пойду с ним. А Варнава, это сын утешения, он всегда как-то был на подхвате, вот где-то помочь тем людям, которые трудности переживают. А он сказал, а я возьму его. И взял его и пошел вместе с ним. Но вы заметьте, нигде не написано, чтобы Павел, так сказать, чернил Варнаву. Вот смотри какой. Я ему сказал, а он, значит, все равно взял, пошел. А Варнава никогда ничего не говорил против Павла. Он не сказал, смотри, какой жестокий Павел, смотри, один раз ошибся, и он уже не взял. Нигде этого не написано. А в последствии, читаем, опять Марк ходил вместе с Павлом. И вместе с ним трудности переносил. А что получилось? Со стороны Павла была строгость к Марку предъявлена, что ты плохо сделал. Ты не тоже делал то, что надо. А со стороны Варнавы милосердие, чтобы его восстановить. И оба они сформировали дальнейший облик Марка. Уже больше не написано, что Марк где-то отказался от чего-то. И где-то и в заключении, и где-то были, но Марк уже больше не оставлял никого. Вот это то, о чем я вот напоминал, когда читал вот это место Священного Писания. Я, говорит, наказал, и я уничижил, а вы добивать стали. Опять поймите меня правильно. Можно неправильно это делать. Мог, допустим, что-то укладывать Марку в Варнава в сердце Павла, в сердце Марка. Смотри, какой Павел. Он, наверное, наговорил так, ну что ж, Марк, ну ты заработал, ну кто ж так делает, как ты сделал? И он правильно сделал, что с тобой больше не хотел идти. Но я просто хочу тебе помочь, чтобы ты восстановился и чтобы ты больше так не делал. Со мной пойдем. И они вместе, они сделали общую работу, чтобы впоследствии уже Марк опять прислуживал при Павле, опять делал то, что он должен был делать. Это сегодня для нас урок. очень много. У нас бывает проблем, когда мы что-то недопонимаем, когда что-то у нас, ну, складывается в нашем разуме не совсем так, как у других людей, и мы начинаем друг на друга. Ну, согласитесь, что если бы совсем ничего не было, ну, то никто же никого не наказывал бы. Что-то было. Что-то было. Это единственное. Кто может сказать, потерпел зазрано, сто процентов, это Иисус Христос. Вот он ничего не сделал, но его распяли. Абсолютно лезть не было в устах, не помыслил ни о ком плохо, но тем не менее, и такое может быть. А в общем-то, в общем-то, ну, люди что-то сделали. я часто, когда даю информацию перед приемным днем, я всегда что говорю? Ну, это я для всех говорю, когда говорю так, что вот та исповедь, которая будет здесь проходить у меня, она касается только освобождения. А что с вами в вашей церкви будут делать, я здесь не умешиваюсь, я не имею права на это. Эту исповедуйте своим служителям, которые у вас. И уже что-то на вас наложено, какое наказание, принимайте. Если даже вам покажется, что они слишком строгие были, но так, то просто, ни за что, никто же никого не наказывает. Вот не понравилось что-то там, нос не понравился и взял, наказал. Ну, такого же не бывает. Я всегда повторяю, будьте, все на своем месте, на должном уровне и принимайте. А если служители ваши перебрали миру к вам, то когда-то к ним кто-то переберет миру. А стать на дыбы нет, не хочу, не могу, не может быть такого. Не может быть такого. Поэтому я просто сегодня обращаю на это внимание. Это может быть в некоторой степени довольно, может быть, сложные взаимоотношения, но тем не менее, там, где этот принцип нарушается, там всегда бывает стенка на стенку идут. Иногда сами не знают за что. И один прав, и другой прав. Прав был Павел за то, что наказал, но прав был и Варнава, который поддержал. Но опять повторяю, они никогда друг против друга не говорили. Они не восстанавливали Марка, Павел против Варнава, Варнава против Павла. И другим не шеяли. Вот смотрите, какие они есть. Они просто помогали выйти из создавшейся обстановки. И поэтому я думаю, что вот этот чек Писания, который мы читали, его просто нельзя так просто проигнорировать. Потому что это образ смышления Божия. Это образ поведения Господня. И в конце концов пошли, если бы эти дочери Вавилона были, когда Бог стал сучит. За что? За то, что несправедливо поступили с его народом. Они могли бы сказать так, Господь, так ты же сам их предал в наши руки. Что ты хочешь от нас? Я предал, то предал, но я не думал, что вы так будете поступать резко. Да, предал, заработали, заслужили, но я вам не говорил добивать. Вот в чем дело не говорил. А просто помочь выдержать вот эту боль, которая произошла, которая влилась в жизнь. Перейти ее по-христиански с поддержкой. А вы знаете, как это непросто, когда в жизни получается что-то вот так. Поэтому вот эти люди, которые понимают обстановку, они оказывают для людей тех, ну, драгоценными людьми. Когда другие не понимают, они понимают правильно и делают правильно. Поэтому пусть Господь нас благословит для того, чтобы мы взяли пример этого. Ну, хотя бы сегодня те, которые меня слушают сегодня. Потому что сегодня довольно мало вот если пропорции взять сколько у нас членов церкви и сколько сегодня есть. Ну, хотя бы последствия могли сказать другим, кто будет так поступать и говорить, что нельзя так делать. Нельзя. Грех прикрывать нельзя. Поймите правильно. Люди, которые покрывают грех, оправдывают, они в свое время упадут в тот грех, и он войдет в их с чем этот грех. Эти, которые топчутся по грешнике, которого наказали, тоже попадут латаясь родинка. И не покрываем, не оправдываем, но и не топчемся. Называем вешать своими именами и помогаем выйти из создавшейся обстановки. И дальше читаю седьмой стих. И ты говорила, вечно буду госпожою. Седьмой стих читаю 47 главы. А не представляла того в уме твоем, не помышляла, что будет после. Вы знаете, в нашей жизни тоже так часто бывает. Когда какой-то успех есть, если даже что-то есть такое вот неудобовразумительное, которое с одной стороны кажется суду подлежит, с другой стороны вроде бы и нет, но ничего не происходит. И это, как правило, успокаивает. И вот почему вот эта дочь Вавилона или Вавилонское государство говорили так, говорила, и ты говорила, вечно буду госпожой. Почему? Потому что ничего не было видно, чтобы нарушилось господство. Они знали, Вавилонский царь, уже не знаю, какой был царь, на уходоносер, был ли другой царь, наверное, он был все-таки в это время. они верили и пророкам, и они знали в то время, и говорили, что именно Господь предал вас в руки наши, потому что Яремия об этом, другие пророки говорили, они понимали, ну что они понимали, они думали так, но если Господь уже предал, то давайте будем давить до конца, а Бог говорит, да нет, а я так-то и не рассуждал, а я не думал, что вы так будете понимать, а так как был успех, не было заметно перемен отрицательный, это настолько успокоило, что вот это государство забыло о том, что как ты поступал, так вот поступлено и с тобою, и продолжали жить, и не думали менять что-нибудь, и здесь написано, и ты говорила, вечно буду госпожою, вот буду господство укоренилось, стало естественным, и нисколько не было сомнений в том, что это может кончиться, она думала, это будет продолжаться вечно, а Писание говорит, а не представляла то в уме твоем, не помышляла, что будет после, ну, конечно, помышляла, она говорила, вечно буду госпожою, а вот правильно помышлять, что на самом деле будет не могла, потому что и связи с Богом не было, и откровений господних не было, а вся окружающая жизнь говорила о том, что у тебя достаточно богатства, достаточно силы, достаточно времени, тебя этого не коснется, а господь здесь говорит, но не думайте, что так все время будет, ну, всегда перемены были, в одних случаях, от худшего к лучшему, и, как правило, посмотрите, историю человечества, всегда было и от лучшего к худшему, почему? Ну, одна из причин, когда человек живет свободно, когда ни в чем не нуждается, как правило, отступает от Бога, думает, что все сойдет с рук, есть власть, есть сила, в то время была армия сильная в этом царе, и он даже не думал, что что-то может быть поменяться, а как только государство или человек или общество или начинает падать в грех, то несмотря, может быть, на какой-то прогресс в науке, в технике, обязательно будет моральное разложение и будет сильное падение. Это правило, это то, о чем никогда нельзя забывать. И, как правило, люди, которые бывают удостатки, они начинают меньше молиться. Если начинают меньше молиться, как правило, ослабевают. И материальная сторона закрывает глаза на духовную. Говорит, а что, меня Бог благословляет? То у меня есть, здесь у меня достаток, это у меня очень хорошо. И кто-то однажды сказал правильно, а ты вспомни, когда ты последний раз исполнялся Духом Святым. Не мог вспомнить. А когда материальное благополучие ускользает из рук, начинаем молиться и получать и получать двойная польза, но где-то что-то стирается, поэтому, если вы хотите иметь достаток и чтобы он сохранялся Господом, то начинайте молиться больше, чем тогда молились, когда была нужда. Неужели не за что молиться? Неужели не за что молиться? Конечно, есть за что, но все дело в том, что мы, я уже не раз говорил, эгоисты по своей натуре. Когда нас касается, мы будем молиться, потому что болит, потому что есть надо. Когда другого касается, сразу же ревность стирается, стирается все, но если бы мы искренне переживали, продолжали молиться еще больше за то, что Бог вывел из нищеты, за то, что Бог дал то, да еще больше молиться, то вы знаете, что Бог никогда не оставил бы в стыде. Хотя, в общем-то, сегодня наступают другие времена и может быть для того, чтобы спасти многих людей, Бог допустит и трудное время. А когда трудное время приходит в страну, в государство, то так или иначе оно может касаться и нас. Но это уже другой вопрос. Но когда Бог начинает отнимать что-то, потому что мы ослабеваем, то это уже непорядок. Вот согласитесь со мной, что когда Бог дает все необходимое, когда есть достаток, то по логике, наверное, раза в два, в три больше должны благодарить Бога хотя бы. И переживать за тех, кто этого не имеет. Но у нас же такого не бывает. И у мира есть такая пословица «Когда тревога, тогда куда? До Бога». А когда нет тревоги, то ничего не надо. я несколько раз сегодня еще раз помню, когда я был в Хейнеле, еще раз повторюсь, это по братим города Барановича. И там собрались с братьями, то они сказали так. Когда было в Финляндии послевоенное время, когда не было хлеба, не было работы, было разрушение, мы молились очень много искренне. И Бог говорит, крещения происходили, многочисленные были. А теперь он сказал так этот пастыр, если один человек в год принимает крещение, для говорит, потому что мы не молимся. А зачем молиться? Работа есть, есть деньги, в магазинах все есть, пошел, купил, и сидит спокойно. И молиться не надо. А вообще-то, по идее, опять возвращаюсь к старой мысли. А вообще-то, по идее, надо было бы с удвоенной силой благодарить Бога за то, что Он так делал. Я просто хотел бы, чтобы мы сегодня приняли во внимание, вот то, что я говорил. И стали еще более ревностными. Не расхолаживались от того, что есть что-то, что не надо. А видели, что не у всех есть то, что хотелось быть. Не у всех сегодня есть возможность молиться. Сегодня многие души еще не спасены. А у нас есть возможность. Имея все необходимое для жизни. Ну конечно. А в рат человеческие глаза никогда не накормишь. Это уже само собой. Есть хорошо, хочется, чтобы еще было лучше. Но я уже не об этом говорю. Я говорю о том, что как бы там ни было, но мы сегодня не голодные. И хотелось бы, чтобы в это время не тратили на рассуждение, как люди голодные. Где кусок хлеба достать, где что, есть такая возможность иметь все. И молиться в это время. И иметь такое верное представление о том, что будет после. Вот эта дочь Вавилона, хотя о ней, как о народе Божьем, не будешь говорить, там о молитвах речь не идет, но факт остается фактом. В ее разуме было, что ничего не переменится, и вечно буду госпожой, я дальше буду читать, что не буду иметь потери детей, никогда не буду вдовой, а ты не знаешь, что будет. Все твои фантазии, они не сбудутся, потому что у Бога есть определенное намерение, планы определенные. И ты говорила, вечно буду госпожою, а не представляла того уме твоим, не помышляла, что будет после. А что после стало? закон Божий сработал. Что посеешь, будешь жать. Безотказный закон действителен в отношении всякого человека. Что посеял, будешь жать. Только она осеяла и никогда не думала, что жать придется. жать придется. Я ли это сею, придется жать то, что сеял. Вы ли это сеете, придется жать то, что сеяли. Государство ли это сеет, придется жать, что сеяли. Вы помните, когда читали откровения о вавилонской блуднице, то там очень интересно написано, за то, что они пролили кровь святых и пророков, Бог дал им пить кровь. И все. Что посеял, будешь шать. И основная проблема, которая бывает в народах, в государствах, это неправильное отношение к народу Божьему. А уже когда Бог начинает судиться, то вы знаете, что ни одно не устоит. Против землетрощения пока еще нету никакого средства, чтобы остановить. Засуху убрать никто еще никогда не убрал ее. Проливные дожди пойдут, ничего не сделаешь, если Бог не сделает. Что касается людей сегодня, да, есть какие-то меры, которые люди могут принимать, но они настолько маленькие, чтобы одолеть то, что приключается, когда Бог начинает судиться, что ничего не получится абсолютно. Это настолько ничтожно, что и вы помните одно из священного писания, кто-то из малых пророков сказал, вы восхищаетесь ничтожными вещами, а говорите, что мы приобрели себе могущество. А вот могущество человеческое это ничтожные вещи перед Богом. Всего лишь. Пошел один ангел, помните, кажется, 185 тысяч, если я точно помню, поразил, станешь риском, да? А против ангела ни атомная бомба не сработает, ни пистолеты не помогают, ничего, абсолютно, это глупости перед ним. Вы понимаете, что я говорю? Один ангел пошел и уничтожил целую армию, говорит, встали и все тела мертвые. И даже в мировой истории войны это событие отмечено. Как раз с чирийцами, с израильтянами, правда, там написано, что эпидемия какая-то пришла и унесла вот эти 185 тысяч. Это даже отмечено в истории, в истории войны отмечено. Что было такое явление? Ну, пожалуйста, когда Бог начинает делать дело, то что вот это оружие, которое мы сегодня не имеем? Ну, оно для нас, людей, оно имеет значение, а перед ангелом одним абсолютно никакого. Это игрушки детские. Это то, что никакого влияния не оказывает. Вот почему сегодня я просто к слову пришлось. Значит, даже в армии готовят значит, отрады экстрасенсов. Говорят, что вот это оружие, которым мы пользуемся, это несовершенно. Оно уничтожает людей, уничтожает материальные ценности. А нам главное, чтобы во время захватческой войны, чтобы материальные ценности остались, а люди. Но я сегодня понимаю, в чем дело, почему эти армии экстрасенсов готовятся, почему именно эти элитные войска, которые овладевают действительно такими нетрадиционными боевыми искусствами, речают о том, что скоро пришествие Христа, и дьявол готовится сразиться с Христом. А с ним он только может выступать. Оружие плотское, оно ни на что не годно в это время. Но, тем не менее, это пустая затея, конечно же. Конечно, пустое дело. Писание говорит конкретно и ясно, что в одно мгновение все будет сметено, но, тем не менее, готовится. Готовится и вводит именно вот такие дисциплины. Я об этом говорить не буду, из прошлого мог бы что-то говорить, но это особая тема, я просто мельком напомнил. Не помышляла, что будет после. Но ныне выслушай это, изнеженная, живущая беспечно. Вот смотрите, в чем была проблема? Изнеженная, а изнеженные люди особо-то не думают ни о чем. Они просто довольны тем, что есть, и хотят и так, чтобы дальше продолжалось. И живут беспечно. вот те, которые в нужде, они больше думают о будущем, чем те, которые живут беспечно, изнеженная. Представляете вот это слово, изнеженная. живущая, живущая беспечно. говорящая в сердце своем, я и другой подобной мне нет. Вот вам, пожалуйста, гордости. Я и подобной мне нет. и правда, в то время это было мощное государство, подобного не было. И вот были висячие сады Вавилона, это были одно из семи чудес света. Вы помните, даже кто немножко знаком с историей, там, Александринский маяк, я уже не вспоминаю, и висячие сады Вавилона. Вот она и говорила в то время, изнеженная, живущая, беспечно, я и подобной мне нет. Вот самое, 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 что страшное. Я помню когда-то, но это правда уже немножко из другой сферы, когда кто-то из сестер, она, значит, приехала и хотела молиться в молитвенную группу, оказалась несвободной. И когда стали расспрашивать, то она сказала, так, что ей Бог говорит? Говорит, а Бог мне сказал, что ты единственная женщина, которая будет со мной на престоле сидеть. Я говорю, все, больше не говорит даже. Можешь, не рассказывать, что тебе этот Бог говорил с рогами или с копытами. Уже есть кто-то внушает, что ты единственный и неповторимый, и подобного тебе нету. Вы знаете, сразу ставьте крест и не думайте, кто-то говорил. Бог никогда нас не топтал, он никогда не называл нулями нас, он называл то, что есть. Вот мы есть то, что есть, никакие не неповторимые, никакие мы не единственные. Это обольщение, самое настоящее обольщение. Ну, вот как раз это обольщение и здесь отражено. Я и другой подобной мне нет. А когда человек о себе так мыслит, то у него складывается такое впечатление, что действительно, я неуязвимый. Я неуязвимый. Ничего со мной не случится. Давайте помолимся с сестру Люду поднимемся, ей плохо стало. Господь дорогой, великий и всемогущий Божий, мы благодарим Тебя, что у нас и есть Ты, что мы сегодня можем поднимать свои взоры к Тебе, Господь, и просить у Тебя милости. Ты теперь видишь с сестру Люду, которой, Господь, стало плохо. Ты знаешь причину, ты знаешь, почему с ней сегодня такое случилось, Господь. И я знаю, что эти жестокие болезни, они не обходят никого стороной, поэтому, Господь, дай Твою святую милость, дай Твое благословение, коснись ее Твоей святой рукой, восстанови ее, Господь, и пусть милость Твоя и любовь Твоя совершат свою работу, пусть покров Твой будет над нею, и пусть Твое великое милосердие обновится для нее и сегодня, во время нашей короткой молитвы, и все это будет во имя Твое и для Твоей славы. Аминь. Может быть, воды подайте, или подали уже все, да? Ну, что ж, такая наша жизнь на земле. Сидел, сидел, все нормально было, и раз, и все поменялось. этому. Но ныне, я продолжаю дальше, но ныне, выслушай это изнеженное, живущее беспечно. Почему живет беспечно? И есть видимый успех, хотя это не в духовной жизни, в материальной. И потом вот это является опасным во все времена, потому что для нас вот материальная жизнь, она очень важная. И потому очень часто незаметным образом становится на первый план. И мы можем, видя успех материальной жизни, закрывать глаза на то, что с духовным человеком не совсем так, как с физическим. И это надо на это обращать внимание. Надо называть вещи своими именами. я и другой подобной мне нет. Не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей. Скажите, вот то, что она говорила, вот эта дочь Вавилона, это была настоящая надежда или ложная? Это была вера, что так будет, или обман? Это был обман. Это был обман. И настолько обман серьезный, потому что потирать мужа, стать вдовою и потирать детей, это, наверное, самое тяжелое, что может случиться в жизни. И как будто на ощупь. Она обратила внимание на детей и на мужа. Обратила внимание на детей и на мужа. Но это было ложное упование, ложная надежда. Там фундамента не было. Хотелось бы, чтобы во всех важных вопросах нашей жизни мы имели упование на Господа. Но внезапно в один день придет к тебе и то и другое. Потера детей и вдовство в полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебства их. Вот что Господь постижал в то время. Вот что Господь постижал в то время. Надежда была на оккультизм и когда мы сегодня посмотрим как жизнь идет, то еще больше и больше людей уклоняются в сторону оккультизма. Они видят, что вот то, чем они пользовались, оно не достигает цели. Нет вот этой надежности. Нет допустим вот этой победы настоящей. И обращаются туда. Потому Господь говорит здесь, и наказание будет такое очень серьезное. Не просто Бог отнимает ну там допустим часть богатства какого-то или что-то, отнимает мужа и детей. Что значит отнять мужа и детей? Может опора в семье, как бы мы ни говорили. Мы часто говорим, что и мужья что-то и не понимают, плачут, но говорят, когда у нас примужит жена разумная. А когда мужа нет, то весь разум теряется. Хотя когда живут вместе, то так не думают иногда. Думают, что ничего не понимают, и так далее, и так далее. А на самом деле где Господь говорит, вот я вот эту опору сбиваю, мужа отнимаю, и кого еще? Детей. А это же будущее. Мужа нет, детей не будет, дети уничтожены, и от них никого не будет уже. Это же полностью парализуется род. А почему так? А потому что надеясь не на то, на что надо. на идолов. И к сожалению, эти идолами стали уже не столько деньги, не столько материально что-то, а бесы стали идолами. Они к ним стали обращаться, на них стали возлагать надежду. Почему идолы? Вы знаете, идол это же не Бог, идол это творение. Мы сегодня привыкли, что творение это то, что мы видим материальное. А на самом деле вот эти ангелы это тоже творение. Они сотворены. Единственное, кого назвать вещью нельзя довольно условно, это Бог, отец, Сын и Дух Святой. А все остальное это сотворено. Это вещь, по сути дела. Разумные, могущественные, но тем не менее, они являются таковыми перед Господом. Поэтому я продолжаю дальше. Ну, внезапно, а вы знаете, что такое внезапно? Внезапное бедствие очень сильно касается сердца. Вот, когда ты видишь, что какая-то беда приближается, как-то человек готовится. Он видит, что все, надо быть готовым. Он как-то себя формирует к этому. Как-то себя действительно подготавливает. а это внезапно. Внезапно придет то и другое. А это очень-очень сильный удар. Это очень сильный удар. Потер детей и удовольствия. В полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих. Смотрите, Бог говорит великая сила волшебств. Но с кем сравнить надо, чтобы сказать, что это великая сила? С человеческими возможностями. А когда дело касается Бога, то никакая не великая сила перед Ним. А перед людьми это великая сила. Смотрите, если уже обратить внимание, но немножко не совсем приятно видеть это все. Но оказывается, что все-таки почему Господь здесь наполнил нам сегодня, говоря о том, что Бог самая сильная могущественная личность и напоминает, что великая сила волшебства. Потому что для обольщения человека это действительно большая сила. Потому что возможности человека и их они очень резко разнятся. Вы помните, вот колдуны, маги, чародеи египетские бросили жезл, они стали змеями. Согласитесь, что это не так просто. Или переложить воду в кровь, или жаб вывести. Это, говорят, великая сила волшебств, великая сила чародеев. Поэтому Господь здесь предупреждает, что когда Он займется вот этим, то они будут ничто. И предупреждает людей, чтобы они не вникали туда, не влазили в эти сферы. Потому что это все равно не поможет абсолютно. несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих. И в чем дело заключалось? Вот когда Господь напомнил потеря детей и вдовства, как раз то они и хотели сохранить эти семьи при помощи бесов. И еще не знаете, амулеты, обереги носят, призывают на помощь их. И может быть где-то вот что такое ложное и получается, но на самом деле это будет очень большой ущерб и урон. Они не помогут. Они не помогут. Несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебства их. Ибо ты надеялась на злодейство твое. Говорила никто не видит меня. Вот проблема. Надеялась на злодейство. Хотя бы. Вот что такое злодейство? Это делать зло. Если ни на что другое не обращать внимания, абсолютно ни на что, это уже обращаться к демонам, это есть зло. И Господь здесь напоминает, что обращались и думали, что никто не видит. А на самом деле Бог это видел все. Бог это видел все и говорил, что ничего у вас не получится. Множество, великая сила, но все это будет ноль. Но все это будет ноль. Ибо ты надеялась на злодейство твое и говорила, никто не видит меня. И вот дальше интересный стих. Мудрость твоя и знание твое они сбили тебя с пути. Знаете, что ты не потерялась, а тебя сбили. вы видите разницу? Заблудился и сбили. И что сбило? Мудрость твоя и знание твое. Почему он такое сильное это знание? Потому что оно кое-что видит, чуть-чуть наперед видит. И кажется, что вот так поступить будет самое разумное, но не видеть того, что еще дальше. И вроде бы правильно делает. Есть знание, понимаю все, но не вижу, что будет дальше за этим знанием. Вы помните, как Бог говорил своему народу, когда они собирались идти в Египет. Они пошли к пророку, я наверное подожду немножко, не не скажу, что это не оно не . Что ж, будем продолжать. Всякое бывает. Неожиданно. Шла сестра в собрание, думала, домой пройти. Вот так может быть. Совершенно неожиданно. Ну, не думаю, что мы уже не увидим вообще, а вообще-то... Вообще-то вот так вот иди, и не знаешь, что будет через пару часов. Поэтому я просто к чему хочу сказать сегодня. Если у кого-то сердце тревожится, направляет к покаянию и так далее, и так далее, то не ждите даже два часа и три. Вот вам, пожалуйста, пример конкретный. Ничего, может быть, даже не предвещало о том, что мы слушаем, пожалуйста, вот оно и есть. И уже вопрос стоит, просто стоит вопрос. Я совсем не говорю, что это наказание какое-то или что-то. Просто вот насколько жизнью надо дорожить и возможностями, чтобы не потерять. Раз, и все, нету. Нету. Поэтому я возвращаюсь назад уже. Давайте мы немножко успокоимся. И опять напоминаю вот этот текст Писания. Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути. И ты говорила в сердце твоем, я и никто, кроме меня. Я обращаю внимание, сбили. Есть разница. Заблудился, пошел не той дорогою и сбили с пути. И, красот, знание твое и мудрость твоя, они сбили тебя с пути. Вы знаете, есть знание человеческое. И о нем написано. Мудрость твоя. И есть знание, которое Бог дает. Вы помните, что место Писание, кажется, из послания к Коринфянам, что говорит, а кто любит Бога, тому дано знание от Него. Вот одно дело, я знаю. Другое дело, дано знание. То знание, которое дано от Бога, оно не собьет с пути. А которое сам взял свои мудрости, оно сбило с пути. Я просто напомню один из текстов Писания, вернее, из событий библейских. Когда пришли бедствия в народ израильский, они пытались убежать в Египет и послали к пророку помолиться. У них было знание. То в свое время Авраам уходил в Египет, когда были, так сказать, бедственные времена. Другие мужи Божьи в Египте были. Это уже, вроде бы, накатанная была дорога. Но когда они пришли молиться, то Еремия, кажется, Еремия, дает им другое знание. Говорит, не ходите в Египет. Потому что я отдал Египет, значит, цару Вилонскому, за то, что он тир осаживал там и потерпел очень многое. Вот вы пойдете туда, а я Еремию предназначил отдать на разграбление. И вы попадетесь там, не идите туда. А они видели, что в Египте все нормально пока что. Здесь обстановка тяжелая. Они решили, надо переждать, надо пойти в Египет. Это было их знание. Но они не видели, что впереди у Бога другой план был. Что Египет будет порабошение. И Господь сказал им так. Когда вы пойдете в Египет, то меч царо Вилонского вас там настигнет. Но они, мне кажется, если я помню хорошо, они все равно пошли. Они все равно пошли. Их знание сбило их с пути. А потом Господь там сказал, боюсь перепутать эти события. Говорит, когда будешь там где-то в тофнище, возьми камни там, спрашивай, глини, скажи вот так и так. Кажется мне вот это местописание. Но то, что утверждать не буду. Знание твое и мудрость твоя, они сбили тебя с пути. И я думаю, вы согласитесь со мной, что в сегодняшний день, когда вы в свое время какие-то поступки совершили и думали, что это все нормально, то сегодня многие видят, что сбились с пути. Не надо было так делать. Понимаете меня, что я говорю? Ну вся беда в том, что уже видели задним числом. Уже ничего не сделаешь. Уже ничего не поменяешь. Нельзя ничего поменять на сегодняшний день. Что это было? А я знаю. Так вот там и там плохо было. У них было плохо, у меня будет хорошо. Я знаю. А потом это я знаю. Настолько показалось свое лицо, что кажется, все отдал бы, чтобы что-то поменять. Но уже поменять ничего нельзя. Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути. Почему сбили? Потому что когда мы уклоняемся с пути, сердце не бывает спокойным. Это борьба. Это война. Делать, не делать. Идти, не идти. Совершать, не совершать. Вот почему я говорю, сбили. Это в японце есть такая борьба с сумо. Или сумо, не знаю, как она. Наверное, такие здоровые мужчины, они пытаются вытолкнуть друг друга за круг там. Кто кого вытолкнет. То вот нечто похожее бывает с людьми, которые уклоняются с пути. Кто-то говорит, вот пути идите по нему, а кто-то говорит, нет. И нередко оказывается, сбили с пути. Черпил, терпил, не выдержал и упал. Если говорить другим языком, другими словами. Поэтому, ибо ты надеялась. А почему так Бог попустил? Ибо ты надеялась на злодейство твое. Говорила, никто не видит меня. Вот вам, пожалуйста. Это тоже мудрость такая, знаете, червоточная. Никто ж не видит меня, и ничего страшного нет. Никто не видит меня. А то, что Бог все видит, то мы на это не обращаем внимания. Главное, чтобы сестра, брат не видели, сосед не видел. Но соседи ж не управляют миром. И наши братья и сестры не стоят за планами Божьими. Он стоит. Поэтому пусть никогда это не будет утешением, что никто не знает. Такого не бывает, чтобы никто не знал. Знают. Знают, может быть, не говорят. А может быть, и не знают. Бог знает. Бог знает все. И ты говорила в сердце твоем. Я и никто, кроме меня. И опять один из стих. И придет на тебе бедствие. Ты не узнаешь. Откуда оно поднимется? Опять знание. Ты не узнаешь. Потому что наше знание, оно часто основано на анализе чего-то происходящего теперь. И что-то вот чуть-чуть впереди. И мы что-то прогнозируем. Говорим, я знаю. А пусть оказывается настолько недостаточно этого знания, что совсем не так получается, как думал. Что я знаю. И придет на тебе бедствие. Ты не узнаешь, откуда оно поднимется. Почему? Потому что ничего незаметно было нигде. Все вроде бы нормально. Никаких перемен нет. Ни признаков никаких нет. Потому что ты не узнаешь, откуда поднимется. Вы думаете, японцы думали, откуда все поднимется? Это настолько технология, настолько электроника. Допустим, настолько все на высшем уровне. Вот эти их заводы, вот эти электронные приборы. У них же были построены эти заводы под водой, чтобы все было чисто. Ходят даже шлюзы. Некоторые приборы собирали люди только до 18 лет. Потому что уже больше, уже какие-то выделения получаются уже. Настолько было у них все, кажется, ну и правда. А японское говорили все. Мне только японское. Уже эти электростанции атомные. Настолько много, так сказать, защиты уровней. А потом взяло, трахануло снизу и все. Пожалуйста. Оказалось все настолько несовершенно. Настолько все беззащитное. Потому что, говорят, стихия, она не подчиняется людям совершенно. От нее только можно спасаться. Но заставить ее замолчать невозможно. Вот видите, как она вообще раз и сильнейшая страна. Сегодня, правда, уже замолчали о том, что в этой Японии делается. Но, тем не менее, ущерб огромный. И дороги были с подогревом. Там же тоже зима бывает. Для того, чтобы не убирать с них дороги с подогревом. Не надо ни дворников держать, никого. Кажется, ну кто такую страну может где-то, ну, так сказать, повернуть где-то в какую-то пучину хаоса. Уже настолько все, что не придерешься. Оказывается, легко и просто. Раз. Трахануло. И все. И, по сути дела, начинай все сначала. Начинай все сначала. Поэтому. И придет на тебя бедствие. Ты не узнаешь, откуда оно поднимется. И нападет на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить. Вот есть беда, от которой еще можно спасти. Согласитесь со мной. И есть беда, которую отвести можно. Ну, что же там наводнение, допустим, сильное? Если невысокий, так сказать, уровень. Где-то делают трус на правой, где-то что-то делают. И все, отвели. А это говорит, придет беда, и не отвратите ее. Не получится ничего. И придет на тебя беда, которую ты не в силах будешь отвратить. И внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь. И вот что Господь говорит. За что? Оставайся же с твоими волшебствами и с множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе? Может быть, устоишь? Вот оно оказывается. Что Богу противно было? Все Богу противно. Когда люди делают грех. Но когда люди идут на связь с демонами, и от них ищут помощи, Бог это очень сильно не любит. И вот он здесь вот и говорит, придет беда, не отвратишься, не спасешься. За что? И уже не говори, что вы там отвратите, говорит, вы надежду положили, защищайте. Я вам разрешаю. Ходили к колдунам, ходите дальше. Бывает такое, говорит, уже делай, что хочешь. Давай, укрепляйся. Если ты уже говоришь, что это все помогает, что это все нормально, давай, делай. А я посмотрю, что будет дальше. Уже Бог не говорит, покайся, отступи, делай. Настолько уже человек вошел в эту атмосферу, что Бог говорит, делай. Ты прекрасно понимал, знал, что еще нас это касается. Делай. Оставайся же с твоими волшебствами и с множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе? Может быть, устоишь? Ведь Бог, знаете, как говорит, может быть, попробуйте. А может быть, у вас что-нибудь получится. Ну, попробуйте. Почему Бог так делает? Одних попускает, когда видит, что уже с ними ничего нельзя сделать. Чтобы научить других. Чтобы научить других. А сколько сегодня в Библии примеров отрицательных, на которых мы еще не учимся, как не надо делать? Довольно много. Немало. Ты утомлена множеством советов твоих. Ты утомлена множеством советов твоих. Твоих советов. Знаете, у нас очень много советов есть. Но когда мы что-то сами себе посоветовали, то мы же начинаем делать по этим советам. И цираем силу. Ни на что. А совет не работает. Помните, я вам когда-то рассказывал, ну, типа, пример такой, ну, как притча все равно. Когда где-то у фермера стали куры гибнуть. Ну, он обратился к одному из этих самых, ну, наверное, к специалисту какому-то. Что делал? Говорит, куры гибнут. У него ферма была, говорят, бизнес сегодня. Он ему говорит, вот то и то надо сделать. Сделал. Куры продолжают гибнуть. Он еще один дает совет. Куры гибнут. Он еще один совет. А вот он приходит и говорит, ну, все, говорит. Вся ферма вымерла. Куры погибли. Говорит, ой, говорит. А у меня еще столько советов было для тебя. Таких много было. Нужно никому давать. Курей-то нету. Огорчился. У меня же столько советов еще было. Вот это, вот такие человеческие советы. Ты утомлена множеством, советов твоих. Вы знаете, мы тоже часто утомляемся. В голове. Вот надо что-то. Один вариант. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Вот такая голова становится от этих советов. Но что-то ничего не меняется. И ни один не принимается. А утомление жить не хочется. Почему? Потому что не было совета Божьего. Были советы свои, личные, человеческие. Или других посторонних людей советы. И здесь Писание говорит. Ты утомлена. Не каким-то трудом полезным. Ведь если даже мы делаем что-то доброе, то мы же утомляемся. Но тогда хоть польза какая-то есть. А ты утомлена, но только советами. И больше ничего нет. Абсолютно. Пусто все кругом. Советы, советы, планы, перестройки. Один за другим. А все остается так же, на том же самом месте. А после думаем. И зачем мне это надо было? Зачем мне нужны были эти советы? Голову морочить. Пусть же выступят наблюдатели небес. Это все, так сказать, об оккультизме идет речь. О каких-то... Я, допустим, не совсем специалист в этих вопросах. Знаю кое-что. Но формы его. Наблюдатели небес. Звездочеты. Предвещатели по новолуниям. Это все, обратно, с оккультизмом связано. Еще раз перечитаю. Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступит наблюдатель небес. Они тоже советы давали. Наблюдатели небес. И звездочеты. И предвещатели по новолуниям. И спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. И здесь уже Бог говорил. Предварительно. Что вот это будет у тебя. И можно было еще и подумать немножко. И Господь здесь говорит. Вот я себе возвещаю, что будет. Но, говорит, ты уже так сильно надеешься на них. Пусть они все выступают. Пусть советуют тебе. И пусть помогут избавиться от того, что тебе приключится. И Бог совершенно не заботится о том, что дьявол разрушит его планы. В некоторых случаях Бог не открывает. Потому что, если Он сказал мне, то Он же тоже слышит. И потому, чтобы нам не терпеть лишнего, Бог часто не говорит нам, что Он будет делать. А здесь говорят. А теперь я возвещаю, пожалуйста, принимайте меры. Еще больше заводите звездочетов. Еще больше падайте в эту бездну. Защищайтесь. А я посмотрю, что будет с этого у вас. А вот они, как солома, огонь сожег их, не избавили души своей от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, не огня, чтобы посидеть перед ним. Душа сгорела. Возначение у многих людей от вот этих трудностей, особенно от связи с демоническими силами, у них полностью нет в жизни. Им ничего не надо. Они как мертвые. Ходят по земле, но уже никакой тяги к жизни нет. Ежи не имеется, душа сгорела, вот так сгорела, да и нет. Но желаний никаких нет. Как все равно мертвые. Жить не хочется. Я так вот наблюдаю, я с этими людьми имею дело. Да, вот сначала создаст обстановку, а потом говорят, а теперь кончай жизнь с тобой в убийстве. Зачем тебе жить? Покуда у людей еще есть желание жить, а то они борются с этим. Как только сжигают все внутри, всякое желание к жизни, предлагают, а теперь зачем тебе жить? Кончай жизнь самоубийством, и вопросы окончены. Но это не выход. Это не выход. Уже, если так, то уже цепляйся за жизнь, сколько можешь на земле. Потому что самая худшая жизнь на земле, она никакой сравнения не есть с той, которая в аду. Кто немножко знает про это, я вам рассказывал, я немножко пережил. Когда хотел узнать, Господи, покажи мне адскую боль. Сегодня, наверное, я бы не додумался до этого. А в то время мы хотим еще адскую боль. Я хочу знать, как в аду больно. Я же вам рассказывал. Дело дошло до того, что бредить начал. Не сидеть, не лежать, не кричать, не молчать. Потому что, когда молчать нельзя, очень больно. Начинаешь кричать, еще больнее, потому что с легкими было связано. И Бог говорит мне, это на тебя только вдохнуло адом. Это еще не адская боль. Поэтому твердая надежда – это когда мы с Господом на земле. И если даже на сегодняшний день нет должного контакта, то покуда живете на земле, еще есть шанс и возможность. Никогда не пытайся отправиться туда, откуда вы назад не вернетесь больше никогда. А там уже ничего не поменяешь. Там уже ничего не исправишь. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас для того, чтобы мы трезво мыслили, трезво понимали все вещи. Всего-то не как солома. Огонь сожег их. Не избавили души своей от пламени. Не осталось угля, чтобы погрыться, не огня, чтобы посидеть перед ним. Такими стали для тебя те, с которыми ты трудилась, с которыми вела торговлю от юности твоей. Каждый побрел свою сторону. Никто не спасает тебя. Вот это очень важное такое место Священного Писания, которое напоминает сегодня о многом. Вела торговлю от юности. Что такое торговля? Это обмен одного чего-то на другое. Но более такое распространенное торговля. Это деньги меняем на товар какой-то. Ну, есть, говорят, бартерный обмен. Ты мне пять валов, я тебе мотоцикл. Ну, я как пример говорю, который одно самое. Но это обмен, это торговля. Когда дело касается нас, торговля, то это обмен Духовного Божьего на греховное плотское. Это торговля. И мы нередко торгуемся потому, что когда влечут к какому-то греху, к какому, я уже не говорю, их сегодня масса, то первое, что мы делаем, в чем называется торговля? Мы святость меняем на беззаконие. Или Божий мир меняем на удовольствие какое-то плотское. А почему торговля? А я не раз об этом говорил. Потому что грех сладкий. По счету греха тяжелое. А сам грех сладкий. Люди любят его. Я думаю, что здесь и спорить никто не станет. Люди любят грех. Он для плоти сладкий. Вот в чем вся проблема. Поэтому и торговля идет. Идет торговля. Обмен одного на другое. И здесь Господь говорит, ты вела торговлю от самой юности твоей. И это правда. С самой юности. Выбор, выбор, выбор и выбор, выбор и выбор, выбор и выбор. Бог одно предлагает, лукавый предлагает другое. А ты выбираешь. Торговля. Я бы не хотел, чтобы сегодня торговали чем-то. Но вот, что здесь написано интересно. И вот эти государства на то время, чего они допустим, грех или люди, которых греху зовут, если сегодняшним языком говорить. А говорит, во время посещения Господь, они будут как солома. Вот для чего мы иногда поступаем с святостью? Даже иногда для того, чтобы друзей приобрести. Мы очень часто не делаем то, что нам надо делать. Мы боимся потерять друга. и думаем, для чего? Чтобы в трудное время была помощь. Но здесь Господь говорит, они никогда не будут вам помощью. Они не помогут. И вот эта дочь Вавилона, когда мы здесь, она думала, значит, при торговле, что о ней заботятся. И в трудное время помогут. А оказалось, в конце каждый сам о себе заботился. Они о ней. И когда пришло трудное время, то каждый побрал в свою сторону. И никто тебя не спасает. Почему? Они никогда не думали себя спасать. Они думали о себе, чтобы от себя взять. воспользоваться твоим. Они не думали, а мы думаем, что о нас заботятся. И здесь Писание говорит, во время посещения говорит, они будут как солома. И каждый побретет в свою сторону. Никто тебя спасать не будет. И это надо, наверное, сегодня знать и понимать вот все эти вещи. Еще раз перечитаю. Вот они как солома. Что значит солома? Что-то вроде видимое есть, а когда огонь пошел, вспыхнуло и нету. Даже дерево и то дальше гореть будет. А солома мгновенно и нету. Они как солома. Огонь сожег их. Не избавили души своей от пламени. Не осталось угля, чтобы погрыться. Не огня, чтобы посидеть перед ним. Такими стали для тебя те, с которыми ты трудилась, с которыми вела торговлю от юности твоей. Каждый побрел в свою сторону. Никто не спасает себя. 48 глава. У нас еще есть время. Слушайте этот дом Якова. «Называющаяся именем Израиля, и происшедшая от источника Иудина, клянущаяся именем Господа, и исповедующая Бога Израилева, хотя не по истине и не по правде». Вот такой длинный стих. И Господь обращает. Слушайте этот дом Якова, называющаяся именем Израиля. Вот опять два имени. Дом Якова, это имя плотского Якова, вычисляющего, выживающего. Он вычислял Исаава, хотя, брат, обманщик, но все-таки самый тошный перевод – это вычисляющий, выживающий. А вы называетесь именем Израиля. Вот такое вот интересное выражение. Слушайте, это дом Якова, называющийся именем Израиля, и происшедшее от источника Иудина. Потому что в Израиле было колено Иудина, особенное колено, из которого и Господь произошел по плоти. И вот Господь обращает внимание на нас сегодня. называющиеся, а на самом-то деле, вы знаете, как написано, клянущиеся именем Господа и исповедующие Бога Израилю, хотя не по истине и не по правде. Вот и все. Исповедует имя Господа, Бога Израилю, но не по истине и не по правде. Скажите, если не по истине и не по правде, то можно кому-то глаза открыть на настоящую истину о живом Боге? Никогда. Можно открыть милость Божию, если не по истине и не по правде? Никогда. И сколько сегодня таких религий, которые исповедуют Господа, но не по истине и не по правде. Масса. Что значит по истине? По Слову Господню. А по правде? Это поступки по Слову Божию, жизнь убогая. Вот будет настоящее исповедание, а не настоящее, называющееся. Я просто повторю тот случай, который я не один раз уже повторял. Вот именно на эту тему, потому что я, допустим, хочу сам не только называться, но и быть. Я хочу, чтобы и народ Божий не только назывался, но и был. Это же две разные вещи. Приехали братья, это было за Ганцевичем, я не то, что там про Америку рассказываю. Приехали в одну деревню, остановились отдохнуть, ну и решили, что надо же где-то к верующим попасть. Вот мужики сидят около магазина, ну их сюда же много там. Ну подошли и спрашивают, вы скажите, где тут верующие живут? Один мужчина говорит так, если настоящее, то вот здесь, если не настоящее, то вот там. он имел в виду по поведению, по жизни. Прекрасно рассудился. Если настоящее, то в этом доме, а не настоящее, в том доме. Пожалуйста, выбирайте. Если вы настоящее, пойдете сюда, а не настоящее, туда пойдете, потому что вам же с настоящими делать нечего. Пожалуйста. И поэтому, если уже так подойти к этому вопросу, то когда кругом не настоящее, то кто пойдет к Богу тогда? Если кто-то не настоящее. Поэтому это здесь чисто такие практические слова сегодня для нас, которые надо принять во внимание и сделать вывод правильный. И пришедший от источника Иудина, клянувшийся именем Господа и исповедующий Бога Израилева, хотя не по истине и не по правде. Полное исповедание заключается в исповедании словом и в исповедании делом. Это тоже надо понять хорошо. Потому что есть несколько категорий верующих или людей, которые Слово Божие, они знают от и до, а живут лишь бы как. Это не исповедание полное. Есть другая категория людей, они живут, очень стараются жить, но не евангельские учения исповедуют. Это тоже не исповедание. Я, допустим, знаю примеры. Когда уходили из наших церквей, некоторые немного, у других динаминаций, потому что там любят лучше. Там помогают, там кто-то, кто-то, да. Есть такие, которые, да, в этом вопросе нет ничего необыкновенного, что люди прекрасно понимают, что хорошо и что плохо, и чтобы привлечь на свою сторону, будут делать. И я не раз говорил, ставил разницу между гуманизмом и между христианством. Гуманизм – это делать добро. Альтруизм – это делать добро без возьмета. Не ожидай что-то получить от того, кто делаешь добро. Но не говори о Боге. А христианство и делает, и говорит о Боге. Вот разница между гуманизмом и христианством. И если так выражаться резко, это первый враг христианства – гуманизм, потому что увлекает людей деланием добра. А что сегодня людям надо? Помочь в трудное время? Вроде кто-то однажды сказал какого-то древнего мыслителя, что людям надо? Зрелишь и хлеба. Зрелишь и хлеба. И кто читал, не помню, как кажется, «Комсомольская правда» газета, там было написано «На земле наступает безбожная эра». Мне кажется, вот эта статья была. И там было очень интересно такое, ну, концевый вывод сделанный, почему сегодня, допустим, религия оживает. Люди идут туда, где им более выгодно, где предлагают больше материальных ценностей. И вот, вот на этой почве, говорят, люди будут оставлять Бога. И если бы действительно Христос не вмешался в пришествии, то наступила бы безбожная эра. Да, она была бы. Сегодня людям дай кусок хлеба, накорми, кого надо, напои, им ничего не надо. Ни Бога, ничего не надо. Поэтому, я просто сегодня еще раз обращаю на это внимание, что одно дело быть, другое дело называться. Одно дело исповедовать поистине и по правде, а другое дело исповедовать Бога, Израилева, но не поистине и не по правде. Хотя я вообще затронул вопросы не только исповедания христианского, я другие вопросы затронул еще, которые могут стать без их разрешения правильной помехой вот на христианском пути. Я просто добавлю, когда-то кто-то, один из братьев с высокопоставленным чиновником разговаривал, что-то мы вот то и то хотим делать. Он говорит, пожалуйста, мы хотим помогать, мы хотим бездетным помогать, хорошо делать. Мы хотим говорить о Боге. А вот этого нельзя. Вот это делается. А вот этого нельзя. Ни в коем случае. Ибо они, второй стих читаю, называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева, Господь самоов имя ему. Ибо они называют себя происходящими от святого города, то есть от Иерусалима. они из колена Иудина, святой город, мы оттуда произошли, но живя по плоти, никогда не докажешь, что ты из святого города произошел. Я вам рассказывал, как, значит, кто-то один из братьев, когда у Брунклина есть такой район, я еще его повторю, именно вот на эту тему, которую я затрагиваю. Район Брунклина есть в Нью-Йорке. Там одни евреи, по сути, и их магазины, и так далее, я уже об этом рассказывал. И когда ругаются, кричат, сквернословят, одни из братьев подошел, говорит, то вы же, говорит, евреи, вы же из святого города. Вы же, говорит, Господь хочет, чтобы вы были спасены. Они говорят так, а мы все равно будем спасены, потому что мы от Авраама произошли. А то, что мы ругаемся, что мы пьем, сквернословим, это не важно. Мы произошли от Авраама. Это вот то же самое. Они говорят, что произошли от святого источника. Говорят. Говорить много-много можно что говорить. И мы можем много что говорить на сегодняшний день. А на самом деле, что? Они говорят, ибо они называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева, Господь самоух имеемо. Но Бог там не имеет никакой части абсолютно. Не знаю, насколько это верно. Может быть, в самом деле кто-то что-то выдумал. Но говорят последнее учение, вот, талмуд, евреи, они говорят так, что святости особо не надо, особо в отношении к язычникам. люди. Мы только избранные. Хотя на самом деле сегодня Священное Писание говорит, что сегодня спасаются все через Христа. Никакой разницы нет. Нет ни иудея, ни елина, ни раба, ни свободного, но все одного Христа Иисусе. Но люди любят, что их решить, они очень любят, когда их поддерживают в том, что ничего страшного нету, Бог милостивый, Бог просит, и так далее, и так далее. И вот здесь вот это место так и говорит. Они называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева. А вы знаете, что такое опираться на Бога Израилева? Я говорю какую-то ложь. И опираюсь, что это Бог мне сказал. И насколько это сильно влияет на людей. А как это Бог мог так делать? А как это Бог мог так сказать? как он мог так сделать? И вы знаете, что и авторитет подрывает, и разбивается человек. А может в самом деле я никакого общения с Богом не имею? Вы меня поняли, что я этим хотел сказать? Опираться на Бога. Когда-то покойный брат Марчук сказал именно вот в этом смысле слова. Говорит, кто-то пропадал и говорит, сказал такой вот ероч. И говорит, мне Бог положил на сердце и такое выдалось. Он говорит так, и как-то ему Бог такое мог положить на сердце? Как Бог мог такое положить на сердце? Никакие рамки не лезет, но опираться человек на то, что Бог положил на сердце. И кто-то сегодня примет и скажет, а что ты за Бог такой, который такие вещи ложит на сердце? Это серьезная вещь опираться на Бога. Но ты скажи, мне кажется, я вот подумал, мне кажется, вот так надо. Но когда ты говоришь, что от Бога пришло, это совсем разные вещи. Это не одно и то же. А потом получается, лишь бы что. И думаешь, кто его знает, что это уже есть. Бог, не Бог, на Бога опираются. А на самом деле, то Бог и не говорил, и не делал, и не заставлял делать. Не было такого. Поэтому здесь просто для нас сегодня вот такое вразумление, наставление. Ну, проверайте сами себя. Я себя, вы себя, а у меня как? Потому что, если я сегодня не говорю, а сам не измираю ничего, то какой смысл в этом? Посидели, послушали и пошли. Хотя, с другой стороны, написано, что слово Господне не возвращается тщетным Господу. Но как дождь и снег, который приходит, напояет землю, так и слово не возвращается тщетным. Ну, я понимаю, я сегодня слушаю, читаю, и если я принимаю, оно мне будет во спасение. Не тщетно. Если я отвергаю в осуждение, тоже не тщетно. Потому что Бог не может ничего делать, если не предупредит человека. Он уже предупредит, значит, не тщетно. Как бы я ни среагировал сегодня на это слово Господне, оно напрасным не будет. Или во спасение, или в осуждение. Но оно свою работу сделало. Оно бесплодным не было, напрасным не окажется никогда. Господь целовек имя ему. Я задолго объявлял. Из уст моих выходило оно, и я возвещал это, и внезапно делал. Вы знаете, что значит внезапно? Это значит Бог сказал, и хватило силы за короткое время сделать все необходимое для того, чтобы было так, как он сказал. Хотя, в принципе, Бог знал, что это будет. Но он сказал, делал, и внезапно делал. И все сбывалось. Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный. Вот как Бог говорит о людях. Жилы в шее железные, то есть не смираются, не склоняются, а лоб медный, туда тяжело что-нибудь убить, такой твердый, не проникает, и все. Лоб медный, в шее жилы железные. Потому я объявлял тебе задолго. Для чего? Прежде, нежели это приходило, и предъявлял тебе, чтобы ты не сказал, идол мой сделал это, и истукан мой, и воянный мой повел этому быть. Вот причина, почему Бог так делал. Сначала говорил, человек должен был подчиниться шею свою, вот так вот склонить, но он ждал, будет, не будет, и потом сбывалось, ага, значит, Бог говорил, надо шею склонить под его, а потому что это его работа. Я говорю, знать, что ты такой, что тебя наклонить очень трудно, согнуть твою шею трудно, потом, говорит, объявлял за дух, а потом делал, чтобы ты видел, чтобы ты передо мной преклонился, а не перед идолом, чтобы ты знал, что-то я сказал и я сделал, а не идол твой это сделал. Ты слышал, посмотри на все это, и неужели вы не признаете этого, а ныне я возьмешь тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого. Вот второй вариант, оно произошло ныне, а не задолго и не за день, и ты не слыхал этого, чтобы ты не сказал, вот я знал это, вот Бог видит гордость человеческую, сначала возвещает впереди, что будет далеко далеко где-то, чтобы ты знал, что я сказал, то я сделал, это я сказал, это не идол, я сказал и сделал, а некоторые вещи, я не говорю, чтобы не сказал, а я это знал, вот две причины, и Бог смотрит на человека, на что он способен, если он способен присваивать себе Божье, а это у людей очень часто бывает, то Бог не говорит, ты не сказал, что я это знал, ты слышал, посмотри на все это, и неужели вы не признаете этого, а ныне я возмещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого, оно произошло ныне, а не задолго, и не за день, и ты не слыхал о том, чтобы ты не сказал, вот я знал это, ты не слыхал, и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто, и я знал, что ты поступишь вероломно, вот причина, почему Бог и так делает, и так делает, мог бы все сказать, на первую, говорит, присвоишь себе, не скажу, подумаешь, что мой разум, это я добился этого, хотя, впрочем, если Господь что-то скрывает, если Господь что-то скрывает, то человек не возьмет, и те же самые научные открытия, вы помните это местописание, что Бог, говорит, дал тяжелое занятие сынам членским, чтобы они упражнялись в нем, исследовать все то, что делается под небом, помните, а что делается под небом, а все, все, и различные роды реакции химические, и воздух обновляется, я просто привожу пример, а люди исследуют все это, исследуют атом, исследуют строение, исследуют все, исследуйте, пожалуйста, но это не значит, что-то, если вы открыли, то не значит, что это ваша заслуга, вы просто открыли то, что существовало давно, и что работает, и покуда Бог не отдаст что-то, человек не возьмет, человек не возьмет, и, наверное, вы не один раз читали, что очень многие открытия людям были даны во сне, кем уже, другой вопрос, бился, бился, Менделеев, никак не, потом увидел во сне таблицу, раз, раз и написал, а мы знаем, что во сне, это ученые по-своему объясняют, во сне, во сне, прямо подсознание, Бог может говорить, и так далее, и так далее, надо было отдать, отдал, а то, что Бог скрывает, не возьмешь, не возьмешь, и мы сегодня это видим, особенно, когда государства соревнуются друг с другом, и, в принципе, редко, кто один выскакивал в такую недосягаемую дистанцию, что командовал всем, как только что-то появилось в одной стране, то есть, коротко говоря, в другой, и уже не гегемония, что-то появляется новое в одной стране, глядишь, или украли, или сами достигли, но уже и в той стране, и опять уже не командует один человек, не командует одно государство, вот, отдается так вот постепенно, потому что, если бы это было так, просто все произвольно было, наверное, хаос был бы очень большой, но так все отрегулировано, ты не слыхал, не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто, ибо я знал, что ты поступишь вероломно, то есть, Бог доверил тебе, а ты сломаешь эту доверие своими неправильными поступками, неправильно будешь использовать то, что ты знаешь, вот почему кто-то получал откровение, а сегодня не получает, а потому что использовал неправильно, вместо того, чтобы молиться, начал рассказывать другим, и это была правда, но это было не для этого дано, не для этого Бог давал их, вот, потому что их и нету на сегодняшний день, а они были, а сегодня нету, потому что неправильно использовал то, что Бог давал, и тогда Бог уже смотрит и говорит, стоп, больше не получишь, ты не умеешь пользоваться, не спрашиваешь никогда, а как, надо ли говорить, кому надо говорить, поэтому это тоже очень серьезные вопросы, потому здесь Господь говорит, не знал, что поступишь вероломно, и потому и скрывал, и не давал, и от самого чрева матернего ты прозван отступником, и вот, когда мы анализируем вот эти тексты, то самое большое отступничество, вот здесь, короче, отсюда сквозит, право-таки, это присваивать славу Божию себе, это очень серьезное отступничество, человек, который у Бога, никогда не будет добиваться своей славы, он будет добиваться славы Господу, а если себе уже, отступник, не то делает, что надо, ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя, я просто напомню один из текстов Писания, когда Моисей заступался в этот народ, чтобы понять, о чем здесь написано, книга 34 глава, кто может откроть, 15-16 стихи, это Моисей говорил, и если ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут, Господь не мог увести народ всей в землю, который он склятвою обещал ему, а потом погубил его, в пустыне. И помните, Бог тогда его послушал, Моисей, сказал Моисей, я тебя слушаю. Это не потому, что Моисей был умнее, но он просто сказал то, что было на самом деле, что Бог видел. А что это значит? Здесь не столько Бог уже так славы хочет, он достоин славы. Но он говорит так, если я потираю славу в глазах людей, они больше ко мне не обратятся, и я их не смогу спасти тогда. Поэтому я лучше вот этих грешников веду, чтобы не сказали, не мог вести, чтобы другие народы и люди впоследствии поверили, что я могу делать. Потому что всякое действие неправильное, оно подрывает авторитет. Потому что когда Моисей сказал, Господь сказал так, Моисею, я этот народ истреблю, я от тебя произведу другую, а он сказал, нет, Господи, а что люди остальные скажут? Они скажут, вывел народ из Египта и не мог увести, и Господь говорит, я тебя послушал, я послушал тебя, но не все войдут, вот эти погибнут в пустыне, другие войдут, но истреблять не буду до конца. И здесь вот Господь и говорит так, ради имени Моего отлагал гнев Мой и ради славы Моей, потому что люди обращаются к славе, к тем людям, которые имеют ее. Им не надо тех, которые без слави находятся, от которых нельзя получить ничего. И Господь это прекрасно понимает. Если подорван авторитет, если нет часть той славы, то тогда люди не будут обращаться. Не в церковь, если это церковь, не к человеку, если это... Они говорят, все, все, мы к нему или к нему не пойдем, все, все, больше мы не пойдем. Отнята часть вот этой славы, отнята часть авторитета, все, все. Поэтому Господь это знает прекрасно все и все вот это регулирует так вот разумно. Говорит, ради Моей, как будто уже Богу так славы надо много. Но Его слава это привлекать нас. Если ее не будет, мы никогда не пойдем туда, где мы не видим, что можно было бы взять. Я имею в виду, с добрыми мерами имею в виду, с добрыми мерами имею в виду, взять доброе от Господа. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания. Но я вот пытался понять, как серебро плавится. Я не нашел в Библии серебро. Очень мало написано, но, наверное, что-то все-таки есть. Расплавил тебя, но не как серебро. Вот что-то же есть и здесь. Вот как? Почему не так, как серебро? Но просто не мог ни до чего докопаться, не мог проверить, не мог зацепиться. Хотя понимаю, что если бы я понимал, это было бы очень хорошо. Потому что переплавку все мы проходим. А как серебро? Переплавил, но не как серебро. Значит, есть ли что? Еще не как переплавка. Но она по уровню не равняется серебру. А что, как? Ну, может, когда-нибудь кто-то скажет. Может, я где-то что-то увижу. Бог даст. Вот я расплавил тебя, но не как серебро. Испытал тебя в горниле страдания. А уже без 5,9. Я просто немножко заговорился. Потому что пусть Господь благословит нас сегодня. Пусть это слово ляжет на сердце наше, чтобы в будущее время оно было для нас ориентиром, чтобы было для нас весами в нашей жизни, чтобы нам жить вести достойную жизнь христианина. Да благословит нас Господь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok